Смарт Плюс Мы узнаем, на что можно рассчитывать, получив смартфон за эти деньги и стоит ли его покупать. Покупался данный смартфон на Алиэкспресс за 60 долларов. После заказа просил продавца проверить, все ли с ним в порядке. И смарт пришел без косяков. Отправили быстро. Ссылочку, где купил, оставлю внизу под видео. А если хотите еще дешевле, там же есть ссылка на лучший кэшбэк-сервис, через который я его и купил. Переходите, смотрите. Сразу начну с того, что мне очень понравился его внешний вид. Особенно в этом цвете. Черные немножко приелись, золотые тоже. А сейчас перед нами действительно красивый смартфон. Отпечатки благодаря цвету не очень видны. Цвет универсальный и по-моему подойдет всем. Такой смартфон не стыдно показать друзьям, а нынче модный формат 18 к 9. Может даже будет способен удивить кого-то из ваших знакомых. В руке он лежит удобно, не тяжелый. Пользоваться комфортно. Не менее стильно выглядит коробка, в которой он поставляется. Ну прям взял в руки, думаешь, ого, сейчас достану флагман. А там во всей красе наш пластиковый друг. Причем рамки у него побольше, чем на картинке и рендерах. Любят они там иногда приукрасить, это у них норма. Ну и да, тут нет металла, что в принципе ожидаемо за эту цену. Комфликтация стандартная, кабель microUSB, зарядка на 5 вольт, 1 ампер, инструкция и хороший бонус силиконовый чехол. В последнее время им оснащается большинство ультрабюджетников. Снимаем транспортировочную пленочку. И что же мы увидим? Еще одну пленочку. Это нам на пользу, поскольку олеофобки за эту цену можно не ждать. И твердого стекла тоже. Так что снимать ее смысла нет. Все элементы расположены на стандартных местах, только отверстия microUSB находятся сверху. Кнопочки справа нажимаются туго, еле-еле болтаются, но совсем не критично. Снизу динамик расположен по центру, рядом отверстие микрофона. Спереди разговорный динамик, две камеры, одна из которых фейк, датчики и даже есть вспышка. Сзади двойная камера со сканером ниже. И двойная вспышка. Повторюсь, то как сидит в руке мне понравилось. За счет скругленных краев сидит как влитой. Габариты и вес перед вами. Сборка тоже радует, скрипов нет. Но может пока нет, все-таки пластик как-никак. Конек данного смартфона это его экран, вернее его формат. Тут он 5,5 дюйма, 18 к 9 с разрешением HD. 1280 на 640 пикселей. Жаль, что нет HD+. Потому что последствием такого разрешения является то, что ролики на YouTube доступны только в формате 480p. Хотя, если бы я не знал разрешение, то я бы подумал, что тут минимум HD+, поскольку пикселизация не видна. Матрица IPS имеет отличную цветопередачу и насыщенные цвета. Инверсия под углами совсем незначительна. Экран имеет воздушную прослойку, потому бликовать будет больше, чем более дорогие экраны выполнены по OGS технологии. Баланс белого неплохой, ближе к натуральному белому, но с легким уходом холодные оттенки. Мультитач на 5 касаний и нареканий к его чувствительности нет. Минимальная яркость завышена, что ожидаемо. Уже не первый ультрабюджетник и у всех была завышена яркость, что не добавляет комфорта при чтении в темноте. Максимальная яркость нормальная, но хотелось бы чуть-чуть выше. Но на улице он будет читаем. В целом экран нормальный. Смартфон работает на Proce-динозавре MT6580. Уже десятки смартфонов мы видели на этом Proce. Такое впечатление, что запасы этого чипсета в Китае неиссякаемы. И я не удивлюсь, если даже в 2020 году еще будут выходить на нем новые смартфоны. Во-первых, он выполнен по 28-нанометровому техпроцессу. А это значит, что энергопотребление и тепловыделение будет выше. На сегодня хороший техпроцесс это 14 или 16 нанометров. Был у меня на обзоре смартфон на MTK Helio P23. Нагрева под нагрузкой практически не было. Да и более экономный он в плане энергопотребления. Но тут конечно все дело в цене устройства. Оперативной памяти 2 гигабайта, встроенной 16. Доступно около 12 из коробки. На сегодня это минимум для нормального использования. О меньшем количестве памяти забудьте. OTG не поддерживается. Крышка съемная сидит очень плотно и снимать нужно аккуратно, пока защелки не расходились. Зато ничего не скрипит. Под крышкой у нас 2 слота под сим-карты. Одна нано, вторая микроформата. Плюс есть место для SD карточки. Хочется подчеркнуть один важный момент. Данный проц в этом телефоне под нагрузкой прилично греется. Не знаю с чем это связано, ведь у меня было несколько телефонов на тесте с этим процем. И так сильно не грелись. Может дело в оптимизации прошивки, или же это дело рук инженеров. Но во время использования, например при просмотре видео YouTube, ощущается нагрев сканера отпечатка пальцев. Предполагаю, что процессор находится в районе того самого сканера отпечатка. Он встает не горячим, а слегка тепленьким, что не критично. Но зато под нагрузкой, когда я проводил игровой тест, я ощутил мини сковородку в том месте. Я даже хотел остановить тест, поскольку давно не ощущал таких температур от телефона. Боялся не случится ли что с ним. Потому на данный момент, пока не подправят прошивку, не советую долго играть в тяжелые игры. Они не для него. Но об этом позже. Хотел поставить Antutu на телефон, но Antutu не поддерживает данное устройство почему-то, потому обойдемся Geekbench. И выдал он вот такие результаты. Пару слов о сканере отпечатка пальцев. Как только я получил смартфон, я без проблем настроил сканер, вбил палец и он работал очень неплохо. Но после отобновления он перестал реагировать. Причем в настройках я теперь не могу его найти. Что разработчики там намудрили, не ясно. Но понятно, что это временное явление и скоро он вернется. Я надеюсь. В самом начале у них были проблемы и с гугл сервисами. Вернее с лицензией. Были сообщения, что скоро они прекратят свою работу. Но Liogu исправили ситуацию с обновлением. Взамен на сканер отпечатка. Ждем исправления. Из датчиков нам доступен стандартный ультрабюджетный набор. Приближение, освещенности и акселерометр. Они работают без нареканий. Сам смартфон работает на Android 7.0. Оболочка приятна внешне. На рабочем столе большие иконки расположены кучно. Вмешательства в оболочку головы Android минимальны. Перерисованы иконки и добавлены лишь некоторые свои функции. Никаких рекламных вирусов прошивки нет. Доступен режим мультиоконности, который активируется зажатием кнопки меню в открытом меню приложений. По связи никаких проблем замечено не было. Связь держит уверенно. Bluetooth 4.0. С Wi-Fi тоже нет проблем. Сигнал принимают уверенно. Но 5 ГГц не поддерживает. 3G работает. 4G не поддерживается на уровне железа. Про камеры долго говорить не будем. Тут все просто. Настоящих камер 2. 2 остальные муляжи. В угоду моде. Основная камера на 5 Мп интерполирована до 8. Фронталка на 2 Мп интерполирована до 5. Размытие в режиме блюр программное. Никакая настоящая камера к этому отношения не имеет. Фото получается с низкой детализацией, что вполне ожидаемо. Сфоткать текст или что-то важное сойдет. Само собой освещение должно быть нормальное. Тут есть две вспышки. Спереди и сзади. Но они слабенькие и на качество фото особо не повлияют. Так подсветить ночью дорогу. Видео пишет в формате 3GP. Full HD разрешений. В этом ценовом диапазоне встречал камеры и похуже. Звук пишет не очень хорошо с посторонними шумами. Пример записи видео на камеру телефона Leagoo M9. Проверка звука. Раз, два, три. Фокусировка только по тапу. Обсуждение звука начнем из внешнего динамика. Низких частот при воспроизведении нет. Он слегка писклявый. Но если вы собираетесь смотреть видео на YouTube, то голос будет слышно. Но по громкости хотелось бы чуть выше. Был на обзоре у меня Leagoo Kiko Power. Он звучал громче. Если же громкость совсем убрать, то будет еле слышно, как телефон пытается установить связь с космосом и издает характерное шипение. Наверное, по программе NASA. Браво, Leagoo! А может все проще и всего лишь не экранирован динамик. Кто знает. Но не бойтесь, дискомфорта это не доставляет, потому что еле-еле слышно. К разговорному динамику претензий нет. Голос хорошо различим и в меру громкий. Собеседники тоже не жаловались. В наушниках звук неплохой. Кому громкости будет мало, запросто можно поднять в инженерном меню. Теперь перейдем к батарее. Она тут заявлена на 2850 мА. Могу утверждать, что она честная и даже больше. Мой USB тестер показал большую емкость. Потому китайцы тут не обманули, а даже наоборот. Это значит, что в обычном использовании вам будет хватать заряда на целый день. А может и больше. Но если дать ему хорошую нагрузку, он не доживет до вечера. Например, просмотр видео на YouTube посадил батарею на 11%. Игра в танке отобрала 17% заряда. Все же тут 28 нанометров. К слову о играх. Поиграл для замера расхода батареи в танке 30 минут. На минимальных настройках FPS был играбельным. За счет низкого разрешения. Так на этом железе и должно было быть. Но после хорошего такого нагрева был ощутим троттлинг. Проц начал сбрасывать частоты. И играть уже стало некомфортно даже на минимальных настройках. Потому, повторюсь, этот телефон не для игр. По крайней мере не для тяжелых игр. В какие-то казуалочки или кристаллы можно поиграть без особых проблем и перегревов. Ну что же, подведем итоги. Плюсы. Внешний вид и эргономика. Выглядит хорошо. В руке сидит тоже отлично и удобно. Второе. Экран. Он тут 18 к 9. Сейчас пошла такая мода. Под них вовсю пилит контент. Ну и по цветопередаче тут все хорошо. Вы получаете устройство по толщине сопоставимо с 5 дюймовыми смартфонами. Чуть выше, но не намного. За счет узких верхних и нижних рамок. Вот только яркость минимальную хотелось бы ниже. А максимальную выше. Ну и разрешение тут спорный момент. Хотелось бы хотя бы HD+. Но, как по мне, в целом экран неплохой. Третье. Сборка. Хоть это и пластиковый корпус, но скрипов я не обнаружил. Минусы. Сырое ПО. То гуглы, то сканер. Но я думаю, со временем дупилят все. Нагрев. Неясно, то ли прошивка, то ли инженерные решения. Обман четырьмя камерами. И откуда у них мода такая? Больше тут нечего сказать. Лучше бы поставили две камеры получше. Ну и главный вопрос. Брать или нет? И вот такого будет ответ. Смотря для каких целей. Если вам нравятся широкоформатные дисплеи, но вы не хотите тратить больше, можно купить. Все же сумма небольшая. Браузить, читать, серфить, звонить. Да-да, он это тоже умеет. Все это можно делать на нем легко. Но если вы хотите скорость и игры, хорошие камеры, тут вы не по адресу. Как альтернатива из хороших вариантов, этих же габаритов и тоже широкоформатный, будет смартфон Redmi 5. Мы делали обзор на него. Но и стоит он в два с лишним раза дороже. Но там уже и уровень буквально во всем в разы выше. Можете посмотреть и сравнить, а потом делать выводы и решить для себя. А с вами был Smart Plus. Спасибо за внимание и не забывайте о подписке. Впереди еще много интересных гаджетов. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok